Ситуация с употреблением наркотиков в Ленинске-Кузнецком не улучшается, констатируют члены межведомственной комиссии. В группе риска как подростки из малообеспеченных неполных семей, так и дети вполне благополучных родителей. Хотя еще несколько лет назад такого не наблюдалось. А все потому, что курительные смеси и стимулирующие наркотические вещества с каждым разом становятся все доступней. СМС-сообщение – это оплата через кири кошельки, это получение искомого через закладки, которые делаются опосредованно от потребителя, делаются заведя, делаются людьми, которые практически зачастую не бросаются в глаза. Спайс, соль, скорость – эти вещества вызывают тяжелые психические расстройства, вплоть до суицида. Порой для получения такого страшного результата хватит всего несколько затяжек. У них нет ассоциаций применителя к синтетике, что это шприц, что это укол, что это наркомания, это баловство, расслабиться, покурить. Зачастую они в большинстве своем курят, сигареты простые, поэтому это вызывает такие же ассоциации, как простая сигарета. Для того, чтобы доказать смертельную опасность курительных смесей, активисты социального центра молодежи Ленинска-Кузнецкого разработали целую серию профилактических мероприятий под общим названием «Стопспайс». Основными целями наших акций стали три – это формирование молодежной среды негативного отношения к употреблению каких-либо псевдотропных и наркотических средств. Мотивация студенческой молодежи на личное участие в антинаркотических акциях. И, конечно же, довести правду о спайсе, об этих курительных смесях, развеяться в создавшуюся в молодежной среде иллюзию безопасности. Так, только по итогам первого дня акции «Стопспайс» на домах Ленинска-Кузнецкого было закрашено около 70 надписей с номерами телефонов. На участие в акции откликнулось более 40 человек. Волонтеры не намерены останавливаться на достигнутом. Во-первых, движение против наркотиков в городе должно стать более масштабным и популярным. А во-вторых, и в главных, необходимо создать у горожан, а особенно у подростков, негативное отношение к наркотикам. Работы много, но дорогу осилит идущий.